Но перед началом это видео, дорогой друг, не ленись, поставь большой пальчик вверх под эти видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Окей, теперь внимательно следим за руками. Первое, что мы должны понимать о песке, мы его можем копать поштучно с помощью дрели или кирок, и это довольно сложно, долго, неприятно и не очень эффективно. Поэтому есть специальный инструмент для таких случаев, называется он, короче, лопата гробовщика. И она ломает сразу 9 блоков, видишь? 9 блоков. Одновременно. 9 блоков. 9 блоков. 9 блоков. То есть, и не говоря о том, что она копает довольно быстро блоки, намного быстрее, чем любая кирка и дрель. Все. Но, естественно, она абсолютно бесполезна, если речь идет о твердых блоках. Гляньте, это все пустыню можно обчистить, не напрягаясь. Как эту штуку скрафтить? Смотри. Вам нужно 12 железных слитков, их можно добыть 5 разными способами. Добывание руды только один из способов, есть еще 4. 3 блока бдовесины, просто ломаете деревья на поверхности в любом биоме. Железная или свинцовая наковальня. Как добыть такие наковальни, я уже рассказывал в одном из прошлых видео, все для вас. Теперь самое интересное. Вам нужно найти любой сундук, складировать туда все ваши деньги, чтобы у вас карманы были пустые. Вот они монетки в этих слотах находятся. И после этого умереть любым доступным способом. Мой любимый способ, смотри какой. Мы взлетаем наверх. Потом отключаем все свои перки, просто переключаясь на броню, которая ничего не дает. Подожди, бляжи, бляжи, бляжи. Давайте еще раз. Взлетаем повыше. Убираем. И поставится на крылья. После чего мы благополучно умираем. Нет? А почему? Наконец-то я умер. Почему-то все лагало с третьей попытки получилось. Смотри. Каждый раз, когда ты умираешь, появляется вот такой грейстоун камень. Проще говоря, могильная плита. Нам нужно собрать. И эта кирка, то есть плита забирается любой киркой, лопатой и все что угодно. Вам нужно 7 таких камней. Камни бывают. Все эти могильные плиты могут иметь самый разный дизайн. Это абсолютно не имеет значения. Вам нужно собрать 7 штук любого дизайна. После этого найти то место, где вы, собственно говоря, собираетесь крафтить. Давайте здесь. И просто расставляем в ряд 7 таких вот могильных плит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После этого появляется туман. Ждем, пока он сгустится. Отлично. Это называется так называемый экто-туман. В него вставим железную или свинцовую наковальню. Становимся рядом с наковальней. И у нас появляется дополнение... За счет наличия тумана у нас появляется в наковальне дополнительный рецепт. В том числе это лопата. И это классно, клево, интересно. Кстати, мне уже пора включать... Как его называют? Возвращать свою богоподобность. В тумане монстры спавнятся чаще. Обычные. И плюс спавнятся дополнительные монстры, присущие только к кладбищу. Обычно разные зомби. Понятно? Понятно. Не нравится то, что вы видите. Просто убираете эти блоки. Могильные плиты. И все у вас в жизни снова хорошо. Возвращение аккаунтов и ключей. GeronShop.ru Можно купить дешевый Майнкрафт. Тираю сотни системовских игр дешевле, чем в Стиме. Все ссылки в описании. Жду вас там. Ну и так далее. Это также прекрасный способ обойти санкции. Потому что покупая у нас, вы обходите все эти санкции. Не напрягаясь. И это классно, клево, интересно. Отзывы от настоящих покупателей. Отличный способ пополнить коллекцию инди-игр. Покупай рандомные игры. Там же есть современные модные читы. Под новые игры новомодные. Которые вы любите играть. И так далее. И тому подобное. И еще эта лопата работает к тому же и с землей. А не только с песком играем. Прикольно. Господи, как хорошо, что я сюда зашел. Выходит на этом канале каждый четверг, пятник, суббот и воскресенье. Если не указано иное. Не забывайте, что у нас есть замечательный лучший сайт по Майнкрафту. В районе figureoncraft.ru Все ссылки в описании. Жду вас там.